здравствуйте дорогие мои зрители гости моего канала сейчас я нахожу в гостях у знаменитого петербургского дизайнера одежды александра петрова и покажу вам удивительные по красоте модели которые вы больше нигде не увидите здравствуйте дорогие друзья приглашаем вас модный дом александр петров мы находимся на территории которая издана колыбель модных революций раньше у нас здесь находился в 1882 году большой концерн киршинов которые делали резиновую обувь и они собственно в их калошах ходил александр сергеевич пушкин здесь они сделали соединение резины и кожи и поэтому здесь это самая модная линия колыбель российской моды будем рады вас видеть и так меха что собственно говоря любят девушки девушки любят меха и бриллианты у нас есть одна вещь который объединяет и то и другое скорее за мной это красавица шиншилла шиншилла необыкновенно тем как она попала европейским девушкам однажды посланник испанского короля решил преподвести принцессе бриллиант как его завернуть завернули в шкурку шиншилла которая была тогда только в аргентине и собственно говоря именно поэтому шиншилла и бриллианты это самые надежные самые крепкие друзья девушек и так часы часы которые украшают часы которые напоминают часы которые фиксируют моменты вашего счастья это часы густав 3 он собственно говоря придумал скандинавский скандинавской рококо и скандинавский модерн опираются на него когда-то молоденький густав 3 поехал к своему брату и другу королю людовику 14 увидел версаль он был потрясен великолепие он приехал к себе и сказал я хочу так же ему сказали казна пустая да так мы не можем себе этого позволить он грустил печалился но у него был друг у друга был папа который занимался резьбой по дереву и созданием различных там окладов иконы и такого плана вот и в какой-то момент он вызвал своего сына сказал вот подарок для короля и он увидел настоящий французский картель который стоил безумных денег откуда как густав был восхищен а оказалось что все великолепие которое во франции делалось из бронза папа друга вырезал из дерева из липы и обработал это лифкастом так как обрабатывают собственно говоря троны и оклады иконы и картинные рамы драгоценные и получились великолепные часы которые называются шведский картель вот и они получились то есть после этого случится огромный скандал что же произошло все стали покупать шведский картель он был гораздо дешевле французского и тогда французские часовщики потребовали запретить изготовление шведских картелей они потому что шведы брали дизайн французский но делали его гораздо дешевле но чем не нынешние китайцы вот и тогда картели стали делать из всего подряд то есть если это было подволено королю и приближенным чуть не такому богатому как французский но все-таки королю то стали делать их из ну и даже гипса вот это гипсовый картель картель стали делать более экономично но это на это ушло более по 150 200 лет скажите нам пожалуйста про эти купальники что можно сказать про эти купальники собственно говоря с этого можно начинать покупать шубу это очень маленькая но все-таки шуба как якорь она психологически очень хорошо работает потому что поглаживание меха невероятно успокаивает но при этом если вы еще поклонник горных лыж то эта вещь вам необходима раньше отдыхали в куршавеле собственно говоря сейчас есть прекрасное место широгеш и собственно говоря там происходит удивительная вещь когда миллионная компания спускается в купальниках на горных лыжах с горы поэтому если вы горнолыжный турист welcome к нам наташенька расскажите что это за комната эта комната называется медвежий угол она самая дальняя в нашем доме на сегодняшний момент вот а потом мы узнали что в англии существует такая комната которая так и называется деджон да то есть берлога в которой мужчина делает все что он хочет он совершенно не опирается на стиль общий дома замка и чего он делает так как он хочет чтобы было ему комфортно и удобно эта комната где тебе хорошо да здесь у нас как правило журшую вот здесь у нас такое микро родовое дерево да то есть это вот мужчины роды в пяти поколениях которые существуют здесь александр принадлежит к роду трубецких является его надеюсь славным представителем потому что и в его роду был и паула трубецкой и трубецкая которая уехала во францию после революции создала модный дом вот и его дедушка занимался мебелью вот и делал очень классное то есть художники и рукодельники и мастеровые то есть потому что собственно говоря и паула трубецкой прекрасно умел работать руками и все они люди которые привод привод приносят в этот мир красоту и и и и и и и и Продолжение следует...